Так, для экономии места в холодильнике обычно закладываются семена по 2-3 вида разных в одну банку с песком, например, вишни с абрикосами, очень логично, экономия, а тут подумала, может быть им вредно такой долгой, близко, сейчас, так, я не готов ответить, мне надо услышать, а утром я буду знать ответ, ой, господи, действительно, у них разное биополе, задавит, нет, давайте так, про биополе сейчас не будем, это такое за область, давайте подумаем с другой стороны, кто раньше просыпается, вишня, то есть абрикос или слива, и вот у вас банки с песком, знаете, сколько они воды требуют, они как губка, и вот я представляю, хорошо, что вы задали этот вопрос, хотя бы вас спасут, представим себе вот такая банка, вот она, а там 10, прилично, ну, например, 200 забавно, 400 грамм, и там всего лишь 10 костей абрикоса и 10 слив, и вот так вот, абрикосы первое, как проснуться, всю влагу высосут, и когда придет пора высаживать сливы, они окажутся на стоящее трансфикации, не проходили, уже только поэтому им, как вы пишите, может им вредно такой долгой, близкой сливы, с точки зрения, именно, не генетики, нет, там, не биополе, а иногда меня заносят, вот, как Рахин, такой умный, вот я так же, а здесь получается чистая физиология, абрикосы раньше проснутся и сожрут всю влагу, вот буквально, вот косточка абрикоса, вокруг все сухо, проверял, знаю, когда вы от меня получаете вот такой пакетик, через, сливы я через 2 недели начинаю уже трюсировать пакетик и высылаю вам, и касается, и абрикосов касается, абрикосы, правда, в феврале попозже, и вот их 10 штук, я не могу вот такую банку вам высылать, вы только на эти, пересылки разоритесь, не, а вы, очень тяжелая получается, вы должны получить и сразу перепаковать, а они же, бывает как, кто-то или выписывает, поздно-поздно, там, вторая полна февраля, марта, первая полна апреля, вот хочу и все, они у меня уже сфиксированы, а в сухие тем более не взойдут, высылайте на мой страх, все, высылаю, человек получает 2, 3, 4 из десятка косточек, это уже не важно, абрикосы или сливы, проснулись, выпустили хвосты, часто такие хвосты, чтобы рассадить поздно, вот такие вот, вот, а если еще не поздно, то все равно вот эти 2, 3, 4 отобрали всю влагу у остальных, и они ни хрена не хотят в этом сходить, вот так вот, поэтому вы учитывайте, что получили, сразу перепаковали и побольше песку и побольше влаги, и наверное их нельзя вместе, я вас как-то хоть устал, но сообразил, вроде отвечаю по делу, абрикосы сходят раньше, их нельзя садить вместе, при одних и тех же условиях они взойдут раньше, и сожрут всю влагу из песка, Сергей, привет, Селевошка, даже при агентативном ряде, всегда присутствуют мутации, например, морозостойкость, иначе бы все живое, да, но споров нет, мы с вами одного поля ягода, так, вот, другое дело, как сказать-то, заметное, незаметное, влияющее, невлияющее, вот, но сам факт, что мутации присутствуют обязательно, вот, когда надо замачивать семена до сертификации, в холодильнике, или после, на сколько времени, так, чтобы в следующий раз про это поговорим, давайте в следующий раз, еще не поздно, время не ушло, новогодние праздники делать нечего, кто бы мне сказал, когда в следующий понедельник, так, давайте про сертификацию в следующий раз поговорим, потому что, это же как получается, то есть, на пальцах, когда у меня такая, такая прекрасная фотография, то есть, все выжившие растения, это генно мутированное, гемо, нет, конечно, есть же нормально, нет, давайте, а, во-во-во, кстати, это же важнейший вопрос, но нашли, когда, на 2,5 часа говорили, и теперь начинаем говорить о таких вещах, на которые еще наук она не ответила, если мы выращиваем все, что семян, если мы специально не подвергаем их испытаниям с помощью химии, и этой самой, в них ночью будет вспомнятая радиация, вот, если мы не лезем туда, и не подменяем гены одни в другие, помните, придумали, это самое, гемо, картошка, от которой колорадские жуки отдыхают, а люди нет, вот, ведь это серьезно, кто-то за это, на этом деньги делал, вот, а если, то есть, просто, все в пределах каких-то, даже когда мы, допустим, скрестили сорт А с сортом Б, а получили ни А, ни Б, мы всегда найдем тому причину, помните Мичурина, деды, прадеды, всегда найдем, вернее, не причину, причину мы можем не знать, ну, догадываться, обосновывать каким-то, там, пальцем в небо, вот, а привитые деревья, я придумал другое, у меня все свое, у меня свои термины, все, я в другом мире живу, вот, значит, диффузия, понимаете, они не просто с подвоев, привоев, с привоев, подвой, они не просто, получается, там, как это назвать-то, они не просто, они не просто дрейфуют там, где можно там пристроиться, и меняют уже, как, получается, гены модифицированы, но, когда мне говорят, да вы что, разве можно и все это, ну, да, абрикос со сливой, или там, груша с этой самой, не дай бог, черноплодной рябиной, черти-чего, а вот, все-таки, я говорю так, прививки самые безобидные из ГМО, то есть, да, согласен, вот, нудный, Александр Николаевич, вот, достали же меня, да, ГМО, да, ГМО, но, наиболее безобидные из ГМО, и я ему присваиваю такое, это, и вы берете сок виноградный, какой еще, его смешиваете совсем другим видом, там, может быть, в другой банке возьмете сок, например, там, ну, любой, вишневый, яблоневый, вот, какой-нибудь экзотический, там, абрикосовый, смешали, и пьете, и ни хрена с вами не случится, настолько это, то есть, вот, достал меня, смотрите, молодец, умница, ну, ничего не скажешь, ведь вы заранее ответа знали, ну, так же, это у меня, так сказать, провокация, вы знали, что да, ГМО, я говорю, ГМО, другое дело, что это же не шутки, где-то ГМО, это, ну, еще раз, взять и на всю страну, я не могу иначе-то, вот, может быть, я правильно делаю, нет, что продолжаю эту тему, но на всю страну объявить, сделали, это, картофель ГМО, у которой бату съедают, колорадские жухи и умирают, я сижу и думаю, а мы, ну, жух, он малюхонький, ему много яда не надо, он бату жрал и умер, а мы что едим, это же картофельный организм, вот, цветочки из них тоже, получается клубни, так же, вот, вот эти самые клубни, которые мы называем, корни клубни, я уже забыл, корнеплоды, корнеплоды, да, это все части организма, значит, если в батуе есть яд для этих, колорадских жуков, значит, и клубнях, которые мы едим, тоже есть, другое дело, что для нас мало, мы не заметили, раз, не заметили два, вот мы уже год ели, сколько за год, ну, раз 200 съели картошку, где только нет, правильно, в супе, везде, а потом смотришь, сколько лет, и все, и у нас это, у кого рога вырастут, у кого хвост, я не шучу, те, кто выживет, а остальные, вот там, рядом, каждый год 300 тысяч россиян, лишних, богили, я сказал, лишних, до государства лишних, то есть, Александр Николаевич, мы с вами понимаем, что, да, ГМО, да, прививки, это ГМО, так, а закалка человека, то, что меняет геном, закалка человека, вот то же самое, что я, это, значит, что такое закалка, если внутри человека, это одно, а другое дело, когда закалка идет человека, как вида, вот как вида, мне тут понятно, что человек, больных, нет, если здоровых, умирает редко, знаете, человек 40 лет, у него раз тромб, он нырнул, казалось бы, оздоровительная закалка, то есть, нырнул в ледяную воду, там, на крещение, у нас такой случай был, несколько лет назад, скандальный, достаточно молодая женщина, учительница, тромб тронулся, и она умерла прямо во время, этого самого, вот, а при этом остальные тысячи человек оздоровились, то есть, получили заряд бодрости и так далее, это неизбежно, здесь просто слабое выступает свое место, вот так получается, вот, а теперь возьмем длительную закалку, ведь закалка подразумевает не один раз, свернул там, хряпнул, как у нас принято, хряпнул 100 грамм, и это, и все, праздник состоялся, крещение состоялось, а длительная закалка, это совсем другое, дело в том, что человек расслабляется, потому что он не в природе, он большую часть времени проводит в тепле, большую часть времени он практически не двигается, вот, и у него происходит при этом перестройка не генома, а то, что вот, сейчас бы, а где-то бы у меня, ребята, может вам это не интересно, Сергей, сейчас скажу где, смотрите, это как раз касается закалки, критические условия, мороз, это и есть закалка, ну, так, если уж так не уникать в подробности, а теперь интересно, смотрите, проявление морозостойкости, а это не разукалка, возможно, не только на уровне ядра, то есть, поняли, да, а на уровне других органол клетки, таких, как митохондрия, выживших, может быть, сохранится, в общем, вот здесь, это, что касается растений, оно в какой-то степени касается нас с вами, есть идеальное состояние, так, его надо поддерживать постоянно, это состояние на выживание именно в природе, человек в тепле становится расслабленным, вот, помните, зайца год кормили, клетки держали, потом побежал, и у него сердце остановилось, это мой классический, мой любимый классический пример, вот, пусть не обязательно так окончается ожиром сердца, можно было зайца опять приучить, постепенно бегать, на поводке, вот, но, ваше, получается так, гены у закалённого одинаковые, а итог разный, вот, вы правильно ответили, у нас опять всё одинаково, у Эйнштейна и бомжа разные гены, дело в чем, в каких-то условиях, бомж, он более выносливый, вот, вы замечательный вопрос такой задали, Эйнштейн, допустим, был не самый бедный человек, он работал служащим, он получал зарплату, он, может быть, и когда-то и мёрз, может быть, там, зимой кончались дрова, всё бывает там, откуда мы знаем, служащий много ли зарабатывал, но это терпимо, а теперь, что такое бомж, для меня всегда была загадкой, как люди, опустившиеся до состояния бомжа, то есть, без определенного места жительства, просыпаясь утром, у него нет ничего, даже картофельники нет, и достать негде, и украсть уже не дают, и занять не занимают, а он не умирает, вот, и получается, что, возьмём теперь наоборот, это, риторика в этом и заключается, и так, бомж становится, условия, он не становится умный, как Эйнштейн, просто речь-то в данном случае идёт о выживании, если о выживании, мозги тоже дают возможность заработать лишний рубль, но, извините, в природе такой нету, там, да, там, если ты лишний рубль, если ты умно заработаешь, это не влияет на гены, это тебе просто повезло, что у тебя в мозге есть, и тебе зарплату сделали выше, вот, а у бомжа этого не светит, речь идёт, а если речь идёт именно о выживании, о условиях выживания, меняем бомжа с Эйнштейном, Эйнштейн через два-три дня, через две недели умер с голоду, и замёрз, к тому же, а бомж, ну, толще стал, если он, наверное, попал на место Эйнштейна, ну, там, какие-то, то есть, он не обязательно станет гением, но какие-то изначальные условия у него были, может быть, родители были небедные, то есть, он не обязательно, это, бомж стал бомжом, только потому, что он, это, ну, бывает, не повезло, но дом сгорел, и получается, вот здесь вопрос, он не, как это назвать-то, он очень неэтичный даже, я бы даже сказал, неэтичный, и не, нельзя так задавать вопрос разные гены, у нас у всех разные гены, вернее, я уже подчёркиваю, наборы генов, вот скажем так, и митохондрии не надо забывать, и что нам досталось от папы, от мамы, вот, в общем, давайте пока остановим, это, эту тему, так, для экономии места я обычно закладываю, а, погодите, а это я, нет, нет, как-то так оказалось, а, я, наверное, проскочил, про вредного мы говорили, так, на чём тогда остановились, а как я там оказался выше, риторический вопрос, а, да, я же вернулся, мы были ниже, так, как я уезжаю, подожди, так, бы, там, так, Продолжение следует...